Апрельская индексация коснется более 77 тысяч алтайских пенсионеров. Об этом пишут на страницах Комсомольской правды Барнаул. С 1 апреля этого года пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, проиндексируют на 2%. Насколько в связи с этим увеличится средний размер выплат, подробности можете узнать на страницах Комсомолки. Стало известно, когда в Барнауле отключат горячую воду. Подробный график есть на сайте АИФ Алтай. Сообщается, что специалисты теплосетевой компании уже 13 мая планируют приступить к проведению гидравлических испытаний. Под опрессовку попадут порядка 800 километров магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Почему жителям Барнаула вновь придется испытывать неудобства и есть ли альтернатива гидравлическим испытаниям, читайте на АИФ Алтай. А журналисты Политсибру пишут о том, что директора частного здравительного комплекса и спасателя осудили за смерть подростка на озере в Алтайском крае. Ребенок не умел хорошо плавать, переместился на опасную глубину и стал тонуть. Помочь было некому. Тело подростка было обнаружено спустя некоторое время после происшествия. Трагедия случилась летом 2017 года. А вот какое наказание суд назначил директору комплекса и спасателю, читайте на Политсибру. Алтайский министр назвал ошибкой увольнение учительницы за фото в купальнике. Педагогу предложили вернуться на работу. Статья на эту тему есть на московском комсомольце. По словам министра образования, школам нужны педагоги, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Уволенные учительницы намерены предложить достойные вакансии. А вот бийские школьники собрались на фестивале наук. Его главная цель – выявить и поддержать одаренных учеников. Ребята посетили несколько мастер-классов, например, узнали, что такое арт-терапия. Эти новости не только есть на бийском рабочем.